МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2019 году WSH сообщила о возможном сокращении США военной помощи Ираку. Иран планирует подать иск в Международный уголовный суд за убийство Сулеймани. Новый проект общественного радио в честь Комитаса. Заметно возросло число туристов, посетивших музей истории Еревана. Один из главных символов Западной Армении – остров Ахтамар, озеро Ван, который также считается важным туристическим центром, всегда удивляет своих гостей, своей уникальной и всегда разной красотой. А сейчас благодаря снегу, который уже на острове, он полностью белоснежный. Одним из самых популярных и любимых мест для внутренних и иностранных туристов является остров Ахтамар, в белом наряде, напоминающем платье невесты, в сочетании с бирюзовым озером Ван, создающим великолепную сцену. В церкви Ахтамар предоставляется разрешение на проведение ритуального дня раз в год в сентябре, в течение которого большое количество паломников и посетителей стекаются на остров. Уровень безработицы в Армении, рассчитанный по новой методике, повысился за третий квартал 2019 года 17% до 18% против 20% годом ранее. По данным Статкомитета ЭРА, новая методика расчета не учитывает занятых в домашнем хозяйстве. Согласно источнику, в третьем квартале 2019 года число безработных в Армении составило 216 тысяч человек с годовым спадом на 7,2%. Армянское приложение PixArt входит в число 20 самых скачиваемых приложений в 2019 году. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook. PixArt оказался в одном ряду с такими популярными приложениями, как Facebook и WhatsApp. Армянское приложение было загружено более 150 миллионов раз. PixArt – одно из самых успешных и популярных армянских приложений, которое было запущено в 2011 году. Это приложение для редактирования изображений, коллажей и рисования, а также социальной сети. США готовят возможное сокращение военной помощи Ираку в размере 250 миллионов долларов, уже одобренных Конгрессом и выплачиваемых республике ежегодно с 2017 года. Если Багдад потребует вывести американские войска из страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку Госдепа и Минобороны США. Помимо этого, Бюро по ближневосточным делам Госдепартамента, занимающиеся данным вопросом, планирует запросить у административно-бюджетного управления Белого дома отмену военной помощи Ираку на 100 миллионов долларов на 2021 год. Однако окончательное решение еще не принято, следует из данной переписки. «Иран намерен подать в Международный суд на американских военных и президента США за убийство генерала-лейтенанта Косема Сулеймани в Ираке», заявил представитель Минюста Иранской республики Галамос Хейн Исмаили, передает Мехер. «Нет никаких сомнений в том, что американские военные совершили террористический акт, убив Сулеймани и командира народных мобилизационных подразделений Ирака Абу-Махдей Аль-Мухандиса». И Трамп признался в совершении этого преступления, отметил он. «По его словам, вначале Иран возбудит дело по этому инциденту у себя затем в Ираке, а после подаст иск в Гаагский трибунал против Трампа и американских военных». Напомним, что в результате авиаудара ВВС США недалеко от аэропорта Багдада был убит иранский генерал Косем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал президент США Дональд Трамп. По случаю 150-летия Комитаса в октябре 2019 года Общественное радио представило специальный юбилейный проект. Записано 180 выступлений, песен Комитаса, 9 часов музыки, затем выпустили эксклюзивный трехдисковый альбом «Комитас 150 лет». Общественное радио инициировало радиопрограмму «Радиопрограмма Комитас 150 по скрипту». Концертный проект также охватывает все возможные оттенки музыки Комитаса от экономических версий до современных разработок. 23 января в концертном зале Арама Хачатуряна радиопрограмма «Комитас 150 по скрипту». В рамках вечера работы Комитаса представят замечательные коллективы и отдельные исполнители. Вход свободный. Музей истории Еревана в 2019 году посетило 20 707 человек, половина из которых – туристы. На созванной пресс-конференции директор музея Армена Суркисян отметила, что в последние годы число туристов, посетивших музей, заметно растет. В основном туристы, посетившие наш музей, – это туристы из России. У нас были туристы из Чили, Китая, Малайзии, Индонезии, США, арабских стран. География довольно обширна, отметила Армена Суркисян. Посещения в дни праздников были довольно активными. За несколько дней побывало 100 посетителей, большинство – туристы. Для активизации посещений, для того, чтобы сделать их более интересными, музей выполняет значительную работу, выступая с рядом различных программ. С применением новейших технологий просмотры становятся более привлекательными, соответствуют требованиям времени. Благодаря анимированной репродукции, оригинальная картина оживляется на глазах у посетителя. По этой программе пока представлена картина художника Вана Хуриняна «Строители Еревана», на которой изображено строительство розового Еревана. Пока таким образом представлено только это полотно, однако есть цель сделать это и с другими картинами также. Одной из инициатив музея является издание книги «Ереван в стихах». В сборник стихов вошло более 300 произведений. Ученый-секретарь музея Эрминес Аркисян отметила, что до этого была издана книга «Ереван в песнях». В музее активно работают над пополнением экспонатов. Уже их число превышает 97 тысяч. Это документы, фотографии, богатая коллекция археологических находок и так далее. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Асми Карутюнян, Ороро Цаиме. Орри, морри, 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 Ороро Цаиме. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала. Западной Армении. Оставайтесь с миром.